В церкви смрад Шалом! Владимир Высоцкий был прав. В церкви смрад и полумрак, дьяки курят ладан. Нет, и в церкви все не так, все не так, как надо. А что же именно в церкви не так, спросите вы. А то, что церковь погрязла в язычестве, ответит вам. Услышав такое серьезное заявление, мы с вами должны, по идее, сказать, а вот с этого места поподробнее, пожалуйста, и помедленнее. Потому что заявление крайне серьезное, и это первое, в чем нужно себе хорошо отдавать отчет. Язычество – это не полумрак, а самый настоящий мрак, черный и густой. Это то, от чего нужно бежать, как от огня, это мерзость. Так что, когда церковь обвиняют ни много ни мало в язычестве, это не семечки, это приравнивание храма Божьего к капищу. За такие слова нужно отвечать самым обстоятельным образом, а не бросать их походя. Если мы не дадим себе труда ответить за них сейчас друг перед другом, нам придется однажды отвечать за них перед Господом Богом. Поэтому давайте-ка остановимся и зададим пару уточняющих вопросов. В которой именно церковь погрязла в язычестве. В чем именно вы видите язычество? Причем не в жизни отдельного человека, а целого сообщества. Ведь говорится, что язычеством пахнет не от пастора такого-то или священника такого-то, и не от него по местной церкви, а от огромных масс людей. Кто сказал, что вещи, которые называете язычеством вы, в самом деле являются им? Что вообще такое язычество? И откуда вы черпаете свои определения таких понятий и свои познания о том, где что происходит? Если вы имеете в виду Вселенскую Церковь, то позвольте спросить, когда вы успели познакомиться с ней так хорошо? Вы объездили весь мир, вы побывали в церквях всех конфессий, побеседовали с их руководством и членами, и где вы получили соответствующие навыки для того, чтобы ставить духовные диагнозы? В общем, давайте помедленнее на крутых виражах, а то занесет еще чего доброго так, что потом костей не соберешь. Ну так что, кто конкретно и в каком конкретном язычестве погряз? Ну, протестанты, разумеется, укажут на непротестантов. Скорее всего, на всех подряд, у самих протестантов, конечно, никакого язычества нет и в помине. Да и откуда ему взяться? Ведь когда о язычестве говорит среднестатистический протестант, что он имеет в виду? Конечно, Марию и святых, иконы и статуи, мощи. То есть, людей и религиозные артефакты, с которыми протестанты действительно дела не имеют. Удобное определение язычества, не правда ли? Но если мы посмотрим на некоторые протестантские церкви, там можно обнаружить как минимум два явления, которые должны заинтересовать человека, говорящего о язычестве. Если он, конечно, говорит о нем всерьез. Во-первых, культ помазанников божьих. Люди везде люди, поэтому даже в самой демократичной церкви проповедник пользуется особым уважением прихожан. Если не поцелуют ручку, то, по крайней мере, улыбнутся более приветливо, чем рядовым верующим. Но в некоторых кругах, в основном харизматических, насколько я понимаю, дело идет намного дальше этого. То есть, не просто особое уважение там есть, а самый настоящий культ тех или иных проповедников. Их слово обладает непогрешимостью, которой может позавидовать сам Папа Римский. Фактически слова о такого человека стоят выше авторитета той самой Библии, на которую протестанты постоянно ссылаются, как на свой единственный авторитет. И более того, как настоящий гуру, эти люди считаются у них непогрешимыми не только в словах, но и в жизни. Горе тому, кто посмеет усомниться в моральности или здравости какого-то их поступка или решения. Этот человек поднял руку на помазанника Господня. И кара Божия не замедлит обрушиться на него. Так вам скажут. Во-вторых, если говорить о поклонении не людям, а предметам, то у многих протестантов есть таки свой божок. В отличие от божков православных и католических, этот бумажный или электронный. Я имею в виду Библию, которую эти протестанты, не все, а только часть, наделяют всеми божественными атрибутами. Она для них не просто богодухновена, то есть вдохновлена Богом, но абсолютно безошибочно в каждой букве она дошла в их представлении до нашего поколения в абсолютно первозданном своем виде, без каких бы то ни было изменений или погрешностей, внесенных переписчиками и переводчиками. То есть один к одному такой, какой ее писали самолично Моисей, Иисус Навин, Иеремия и Матфей. Библия, утверждают они далее, совершенно ясна любому грамотному человеку и содержит все необходимое для спасения и благочестивой жизни. По мнению этих людей, Библия это слово Божье, в совершенно том же самом смысле, в котором им является Иисус Христос. То есть Христос это логос Божий, который стал плотью, а Библия это логос, который стал текстом. Бог в письменной форме, так сказать. Под мышкой, в виде книги, или в кармане, в мобильнике, или в планшете. И что тогда? А тогда уже наука не нужна. Ну а зачем? Ведь в Библии есть все, что человеку нужно для жизни. Так что если ты читал Библию, ты умнее всех ученых. Толкования Библии тоже не нужны. А зачем? Ведь это все человеческое, а текст он и так, во-первых, на 100% божественный, а во-вторых, абсолютно ясный. В нем нет никаких разночтений, недопониманий и так далее. И поэтому для встречи с Богом вполне достаточно встретиться с текстом, считают эти люди. Библия, на мой взгляд, безусловно, богодухновенна, но она является Словом Божьим, она им является, но не в том же самом смысле, в котором им является Ешуа. В ней не обитает полнота божества буквенно, как в нем обитает полнота божества телесно. Она совсем не так ясна любому умеющему читать, как иногда об этом говорят самые консервативные протестанты, и поэтому нуждается в истолковании, о чем я говорил недавно в программе «Свет мой зеркальце». И, конечно же, наличие разных рукописей говорит о том, что местами переписчики вносили в текст свои коррективы, а наличие разных переводов – о том, что и переводчики прилагали руку к тексту. Обожествление Писания иногда называют библиолатрией, в переводе с греческого это «поклонение Библиям». А обожествление телепроповедников, харизматических целителей и пасторов мега-церквей, возможно, еще не названо каким-то греческим словом, но какая разница. Вот вам уже два примера того же самого явления, повышенного внимания, скажем так, к отдельным религиозным личностям и к отдельным религиозным предметам, которые порицают протестанты, обвиняющие непротестантов в язычестве. А сколько еще есть таких явлений? Что же я хочу всем этим сказать? Три вещи. Во-первых, прежде чем тыкать пальцем в других, всегда полезно наставить этот самый палец на самого себя и выяснить, как обстоят дела в этой сфере у нас. Прежде чем обвинять кого-то в идолопоклонстве, давайте выясним, нет ли идолов у нас самих. Во-вторых, если мы обнаруживаем, что и сами не без греха, давайте выясним, кто же мы-то? Мы махровые язычники, которые в общении с ничего не подозревающими, истинными верующими успешно выдают себя за своих? Или же все-таки мы люди божьи, хотя и очень несовершенные? Ведь разница между тем и другим огромная. Ну и в-третьих, если в конце концов выяснится, что несмотря на культ проповедников, Библию Аллатрию, и Бог знает какие еще грехи, вы все-таки люди божьи, а не язычники, то кто же тогда они, эти, которые чтят Марию и святых? Если вы не отказываете в этом высоком статусе человека божьего или народа божьего, себе, то на каком основании нужно отказать в нем им? Какая же между вами разница-то по сути? Все эти вопросы упираются в определение язычества или идолопоклонства. Что же это такое? Что такое идол? Как я понимаю, идол это любое творение, Божье или наше собственное, которое мы превозносим над собой. Позвольте пояснить. Все, что есть у Вселенной, делится на две категории. Творец и творение. Конечно, творение можно в свою очередь разделить на творение самого творца, как, например, мы и люди, и творение других творений. Там, лист бумаги, стол, микрофон и так далее. Но сейчас для нас самое главное отличие, что это самое первое разделение между сотворенным и несотворенным. Так вот, если я, человек, сам являюсь творением, то другие творения находятся в той же самой категории, что и я. Они могут быть добрее, умнее и сильнее меня, что я могу сказать об очень многих людях и обо всех ангелах Божьих. Но это превосходство не делает их моим творцом. И поэтому при всем должном уважении к ним я не могу превозносить их над собой. По сути, мы оба, несмотря на все наши различия, творения. Идолопоклонство происходит от непонимания этой глубочайшей и самой принципиальной разницы между творением и творцом, между тем, что сотворено, и тем, кто несотворен. И начинается оно, соответственно, с мыслей. Я опускаю себя перед другим творением или поднимаю другое творение над собой, прежде всего, в собственном сознании. Прежде чем я что-то буду чувствовать, благоговение, страх, трепет, надежду получить какое-то благо. И прежде чем я что-то буду делать, молиться, ставить алтарь или проповедовать, прежде всего этого я начинаю определенным образом видеть себя и другое творение. И видеть неправильно. Почему мое зрение искажено? Потому что я упускаю из виду творца, который один превознесен над всеми и над всем. И от которого я завишу, как ни от кого другого. Он один дал мне жизнь, он один поддерживает ее во мне. И ни один волос не падает с моей головы без его ведома и попущения. И долпоклонством грешим все мы и постоянно. Потому что не проходит ни одного дня, когда бы мы хотя бы на какое-то время не упустили Господа Бога, его присутствие, доброту, всеведение и могущество из вида. И не попытались бы возложить свое пование на кого-то, кроме как на него, на кого-то еще. Чаще всего, конечно, мы на самих себя возлагаем свое упование. Но означает ли это, этот факт, что мы все время фактически отвлекаемся от Бога и начинаем надеяться не на него, а на что-то или на кого-то, означает ли это, что мы идолопоклонники? Разумеется, нет. Настоящий идолопоклонник или уж язычник, как угодно. На мой взгляд, это человек, который не просто время от времени отвлекается от диалога с Богом, как это делаем мы, но из-за своей человеческой немощи, а сознательно и последовательно отвергает Бога. Ну а поскольку природа не терпит вакуума, говорит русская пословица «свято место пусто не бывает», «там, где отвергают Бога, там идолы заявляют на это святое место свои права громко и уверенно». Человек создан Творцом с потребностью поклоняться ему, чтобы знать его. И даже если он отвергает Творца, потребность поклонения остается. И поэтому, как когда-то давно пел Боб Дилан, «You're gonna have to serve somebody» по-английски он пел. «Тебе придется кому-то служить», означает эта фраза. То есть вопрос о том, поклоняться или не поклоняться, не стоит. Стоит лишь вопрос о том, кому поклоняться. Таким образом, первый и основной алтарь, на котором совершается идолослужение, это не жертвенник в капище, а наш ум, в котором появляется искаженное видение реальности. Все остальное, капище и жертвоприношение, проповеди и обряды, и все остальное, это уже потом. А вначале всегда искаженная идея о Боге или о богах. Но какое отношение все это имеет к мессианским евреям, спросите вы? Отличный вопрос. Спасибо, что задали. Все это имеет отношение к тем, кто обвиняет христианство в язычестве особого рода. А именно в язычестве, проникшем в вакуум, который образовался в результате отхода церкви от еврейских корней. Но подробнее об этом мы поговорим в следующей программе. Спасибо. Шалом.